Семь лет спустя после приезда в Америку я решила съездить обратно в Ленинград. Ну, Ленинград я обожала вообще. Знаешь, это мой город, да, независимо от страны, независимо ни от чего, я очень любила город. У моего сына там остались родственники, бабушка, дедушка, папа, все дела, он стал туда ездить практически каждый год, и вот в один год я повезла его сама туда. И вот мы прилетаем в Пулково и выходим из самолета. Ну, ладно, там нет рукава, там спускаешься по трапу. И вот я спускаюсь по трапу, и внизу на земле возле трапа стоит пограничник с автоматом, вот держит так автомат, и возле него сидит овчарка. Ты понимаешь, да? У меня, я, понимаешь, выросшая на немецких фильмах, да, с овчарками, да, которые там гоняли русских коммунистов, да, партизан в лесах. Я приезжаю на родину в девяносто седьмом, в восьмом году, меня внизу встречает автоматчик с овчаркой, твою мать. После этого... Ну, овчарка сидела, как сидела, слушай. Ее спускали на ненужных, не знаю. Я, во-первых, я собак боюсь, потому что на меня однажды собаки напали в детстве на даче. И я собак на тот момент ужасно боялась. Но нас потом посадили в какие-то автобусы. Причем я с Россией тогда не было никаких связей, не было интернета, не было ничего. Только по телефону разговаривали там с родственниками, и все, да. То есть, в принципе, мы как бы подозревали, что там происходит, но не то, чтобы очень. И вот нас всех сажают в автобус, да. И там сидит какая-то баба, да, вся в гучах-версачах, как я теперь понимаю, да, которая там откуда-то прилетела в этот Полково, и которая сидит с мобильным телефоном, и кроет матом на полный автобус, да, с детьми, там, не знаю. Что она туристка как-то? Ну, какая туристка русская какая-то, которая куда-то съездила, не знаю, там, в Италию на прогулку, от которой воняет потом за километры, и которая орет матом на кого-то, да ты знаешь, что я с тобой сделаю, да ты вообще, да вообще, да вообще, что ты тут говоришь. Я стою в шоке, только уши ребенку пытаюсь закрыть, потому что мат стоит от этой тетеньки, вообще совершенно какой-то трехэтажный. Мало того, на этом автобусе подвозят к дверям, да, вот этот Полково такой барак длинный, и двери, да, чтобы зайти вовнутрь, подъезжает автобус к дверям, и на дверях нет ручек, нет ручек. Может, они автоматические? Нет, и двери не автоматические, чтобы, не дай бог, ни один враг не перешел границу. Потому что двери открываются только изнутри, либо специальным ключом, как у проводников открывались туалеты в поездах, понимаешь, да? Значит, нас держат еще 50 минут примерно в этом автобусе, вот с этой вонючей теткой орущей, да, в общем-то это было июнь месяц, в общем-то было довольно влажно и жарко, и это был совершенно дикий ужас. Где-то, ну, полный автобус, да, стоячий, да, три сидячих места, все остальные стоят. Ты про Питер, как про Майами рассказываешь, влажно, жарко. Ну, так оно так и есть, влажно, ну, там не жарко, но в июне на тот момент было довольно жарко. Так, ну хорошо. Для Питера. Ждали, ждали. Пока, наконец, пограничник там с какой-то собакой не добрел до этих дверей, и там тот каким-то ключом открыл эту дверь, и мы заходим вовнутрь, и там ждем багажа, чтобы было транспортер, и этот транспортер, значит, выплевывает эти чемоданы в итоге. И там какая-то девочка, которая летела с нами в Сан-Франциско, ее послали родственники, видимо, какой-то там бабушки, не знаю, родину повидать. И у нее размер, чемодан размером с нее саму, знаешь. Лукошка. Ну да, то есть совершенно какой-то, совершенно бешеных размеров чемодан, видимо, с подарками. Она совершенно не в состоянии его перенести. Она говорит, а тележку где взять? Он говорит, вон там тележки, на ломаном русском. То есть девочка говорит по-русски, ну, не очень хорошо. Она подходит и говорит, а тележку где я могу взять? Он говорит, вот там. Она говорит, но там только за рубли. Он говорит, так вот уж. Она говорит, так а что мне делать? Он говорит, может, вы доллары возьмете? Он говорит, нет, только рубли. Он говорит, так а что мне делать? Она говорит, так вот там дьюти-фри. Она говорит, так дьюти-фри на выезде. А он говорит, а у нас на въезде. А она говорит, а что я там могу купить? Он говорит, сигареты и алкоголь. Она говорит, я не курю и не пью. Он говорит, ну купите в подарок. Понимаешь, да? И я стою, смотрю на весь этот абсурд. Подожди, а это не отвечает на вопрос, где взять рублик. Абсолютно. Нет, 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 ответ был. Он сказал вот там. А вот там это было за таможню. Обмен валют был вон там, за таможней. Она говорит, так мне туда, чтобы пройти на этот чемодан дотащить. Он говорит, так вот тоже. Ты понимаешь, да? В итоге, значит, там, ну народ, естественно, как-то там чего-то. Ну, естественно, народ ей помог дотащить этот гребаный чемодан до этого таможня. То есть никто рублей не дал. Ну, а у кого есть рубли? У меня, что ли, есть эти рубли гребанные вообще? У кого есть вообще эти рубли-то? У тебя есть, что матом ругалась. Я там стояла, я только знала, ну я же, понимаешь, да? Я же знала, откуда я уезжала. Я стояла, я молчала, как вообще, как немая. Но лучше было, чем когда ты уезжала. Ровно так же. Чтоб я так была жива. Ты понимаешь, да? У меня растальгию отбило просто наоборот в тот же день. Ну, хорошо, да. Значит, после еды, да. Мало того, я пометуя, как я проходила этот таможен 31 декабря при отъезде. У меня был пакетик. В пакетике был блок сигарет. Там чего-то, какой-то алкоголь, еще какая-то хрень. В общем, короче говоря, у меня был пакетик, да? Я, мы на эсприне, я притащила все эти сумки, чемоданы. У меня был один чемодан, одна сумка какая-то. Я везла подарки там свекрови своей бывшей. Бывшему мужу, новой его жене, ребенку новому. Там какой-то родственнице еще. Ну, ну, слушай, ну, я люблю со всеми людьми быть в хорошем отношении. Хорошо, хорошо. Ну, и, короче говоря, значит, я эти чемоданы... У меня чемодан был, до моих шмоток было всего ничего. В основном были все, все это было, все это были подарки. И я громоздила этот чемодан, да, там какую-то ручную кладь на таможенник, там какой-то стол у него. И он только открыл рот, и я ему раз так пакет говорю, а это для вас. Он говорит, проходи. Все, я таможню прошлой страны. Если бы все иностранцы так понимали жизнь. Да, он только так слегка глянул в пакет, он говорит, проходи. А там меня встречал мой бывший муж. И он меня посадил в свою Волгу. Он такой, типа, крутой, Волга. Да. Да, сели. А я сажусь в нее, ну, я же привыкла здесь в машину, да, сумку можно на пол поставить. Я так посмотрела на этот пол, поставила ее на колени, сижу. Он, едем, а это Московский проспект, да, из Пулкова, там чего-то, какой-то проспект, потом переходит в Московский проспект. Я еду, кругом машины. Я говорю, слушай, как у вас душно в машине. Открываю окно. И понимаешь, я дышать вообще не могу ничем, да, я закрываю окно, я еще меньше могу дышать. Я говорю, что у вас в городе происходит? Я говорю, я дышать не могу. Он говорит, ну, ты, блин, ну, ты вообще уже американка, дышать тебе нечем. Я говорю, да, я реально не могу дышать, я задыхаюсь, здесь какой-то КамАЗ едет рядом, пукает мне в окно вот этой гарью, да, в машине влажный, воздух влажный и гарь какая-то. Ну, это же Питер, это же не гаракомы. Ну, да, но свекровь, слава богу, жила... Она уже привыкла к нормальному воздуху. Ну, я привыкла к нормальному воздуху, понимаешь? Но свекровь, слава богу, жила в Сосновке, это было как бы повыше, чем весь остальной Питер, плюс сосновый лес у нее под окнами был, и там был чистый воздух, и я, слава богу, там как бы уже жила. Но, когда я вернулась обратно, я ребенка там оставила на лето, он потом приехал через два месяца, а я вернулась через, там, 10 дней, скажем, обратно, и когда мне в Сан-Франциско таможенник сказал welcome home, вы себе не представляете, это... Ощущение, да, welcome home. Я готова была падать на колени, я не знаю, я никак не могла совладать со своими эмоциями, да, чтобы объяснить вообще, что мне значили эти слова, welcome home. Хотя это была дежурная фраза? Хотя это была абсолют, и она до сих пор есть дежурная фраза, но я, и в этот момент я поняла, все, слава богу, я дома, да, вот это мой дом, все. Я избавилась от ностальгии, навсегда. А мальчик твой никакой вот... Мальчик твой, я тебе так скажу, но у него так, я тебе так скажу, что он, он, поскольку я всегда поддерживала его стремление, ну, как бы сказать, я никогда не строила преграды его общению с его родственниками, да, с его папой, с его бабушкой, с дедушкой, и он туда ездил практически каждый год. Ну, потому что Ленинград, это, мне казалось, это культура, это общение, это язык, это все. И он туда продолжал ездить многие годы и общаться. И он сейчас, вот у него уже двое детей, и он старается с ними частично говорить по-русски и поддерживать это. То есть у него закачано какое-то количество там и мультфильмов, и книжек, и всего прочего. То есть он старается это поддерживать, потому что, слушай, две культуры лучше, чем одна. Но он, я о другом, он чувствует какой-то напряг вот от общения вот с инстанциями всякими и так далее? Он не чувствует этого вообще, он не очень понимает. То есть, как сказать, он знает из моих рассказов, он, в общем, довольно трезво это оценивает, но он через это все не проходил. Поэтому ему это все очень сложно. То есть у него не всплывают воспоминания, когда он это видит, он просто принимает, как данности идут дальше? Ну, в общем, да. И он, в общем-то, свободный человек, и он, как бы, да, он от меня слушает все, что я ему рассказываю, и он это умом понимает, но он через это все не проходил. Ну, то есть он это проходил, ему было там пять лет. Что может быть и к лучшему? Ой, это слава Богу. Хорошо, ладно. Друзья, мы Ирину поблагодарим и пойдем дальше, вот, ждать очередных сюжетов на нашем канале. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!